Зачастую шаг в будущее люди с чем принимают? Ну, естественно, с выбором профессии. Так вот, давайте будем продолжать говорить о профессиях будущего, которую вы будете выбирать. Если экзамены уже на носу, а ваш ребенок все еще не знает, кем хочет стать, то нужно пройти тесты по профориентации. А что это такое, мы узнаем прямо сейчас. У нас в гостях сегодня главный специалист отдела обеспечения общего образования Комитета по делам образования Челябинска Елена Петрова. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, расскажите, пожалуйста, вообще, что это такое профориентация, и когда ей нужно уже заниматься, когда задуматься нужно о ней? Ну, в соответствии с концепцией профориентационной работы муниципальной, то вопросами профориентации нужно начинать уже думать с дошкольного возраста, потому что именно в этом возрасте ребенок начинает знакомство с миром профессии. Человек же не рождается со склонностями к той или иной профессии. Соответственно, у него эти склонности сформируются, развиваются в течение всей жизни под влиянием процессов воспитания и обучения. А если говорить о практикоориентированных профориентационных пробах, то их нужно начинать уже с 6 класса, и чем больше ребенок таких проб сделает, тем легче ему будет сделать свой выбор в дальнейшем. Я сейчас подумала, что Дима хочет тоже пройти такую профориентацию еще раз, и можно определиться. Если вы говорите, что это должно быть в школьном возрасте, то соответствующий вопрос, а как у нас в школе вообще происходит эта система, как подходят к таким тестам, это какие-то классные часы у педагога, либо это психолог все-таки этим занимается, и там в год несколько раз нужно пройти такие тесты. Каким образом? Ну, безусловно, это у нас и урочная деятельность, и внеурочная, и система дополнительного образования. Соответственно, как вы сказали, это через деятельность классного руководителя протекает, с вопросами профориентации освещаются, приглашаются специалисты в образовательные организации, ведущие. Также дети посещают экскурсии как в высших учебных заведениях, так и в среднепрофессиональных образовательных организациях. Также идут проекты и в рамках предприятий города Челябинска. Безусловно, здесь участие в наших муниципальных конкурсах, таких как профориентир, муниципальный конкурс «Я выбираю», движение WorldSkills. При этом в движении WorldSkills ребенок уже не просто пробует себя, а показывает свое мастерство, насколько он успешен. Что же касается профориентационных тестов, то они, безусловно, стоят в плане работы педагога-психолога образовательной организации. Но если родитель и ребенок хочет пройти такое тестирование, то он может к нему обратиться, и, соответственно, ему проведут это исследование. Ну, в смысле, где-то в других организациях вы имеете в виду, или также в школе, еще раз повторно? Внутри школы можно, но у нас существуют также в каждом районе центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. В них можно пройти такое тестирование. И на базе Дворца пионеров и школьников у нас существует профориентационный центр, внутри которого тоже можно записаться на краткосрочную программу, которая начинается как раз с профориентационного тестирования психологической диагностики. И в рамках этой программы, что примечательно, дети еще попадают в высшее учебное заведение и знакомятся с вузом будущего. Елена, а насколько вообще можно верить этим тестам? Ведь все мы знаем историю, когда выбрал одну профессию, чуть-чуть поработал, а потом понял, что это не твое. Не все так складно получается. Ну, бывает действительно так. Но здесь, наверное, виноваты не сколько тесты, сколько под влиянием каких факторов был сделан выбор. Иногда у нас родители заставляют и реализовывают свои мечты, не мечты ребенка. Иногда у нас идут дети под влиянием друзей, соответственно. Есть такое дело, да. Поэтому здесь, наверное, хотелось бы пожелать ребятам, чтобы они посмотрели внутрь себя, соответственно, учли свои возможности, в том числе и возможности здоровья, соответственно, и уже после этого только делали выбор. Ну и, безусловно, это успешность сдачи государственной итоговой тестации. Поэтому будущего выпускника мы желаем, чтобы максимально отлично они сдали его. Разговаривая с вами, я согласна вообще на любую профессию. Говорим мы огромное спасибо нашей гости. У нас сегодня, напомню, в гостях Елена Петрова, главный специалист отдела обеспечения общего образования Комитета по делам образования Челябинска.